Внутри пока полный развал, прежде чем к реконструкции. Приступить, говорит подрядчик, необходимо обследовать каждый метр здания, ведь оно строилось в начале 20 века. Порой в таких местах рушится даже то, о чем не подозревали. Чтобы завершить обследование, потребуется еще пара недель, говорят представители подрядчика, а затем уже приступят к реконструкции. Здание очень старое, и зачастую реконструкция это намного дороже, нежели чем возводить просто новое здание. Особенно, когда это памятник федерального значения, надо учесть все моменты, которые, так скажем, регулируются и охраняются законом. Например, фасад здания не должен измениться. Со стороны Красноармейского русский чай будет как в далекие 80-е. Пояснили, подрядчик делает все, чтобы было именно так. Сколько средств потребуется на реконструкцию не озвучили, но сумма постоянно растет. А вот что будет внутри, рассказали с удовольствием, ресторан русский чай вернется. Это будет сибирская кухня. Будем развивать, так скажем, не то что поднимать с колен, но показывать по-другому, с другого ракурса, особенно для молодежи. То, что и наша кухня традиционная, она может быть вкусной, красивой. Все секреты раскрывать не станем, но заинтригуем тем, что насладиться блюдами сибирской кухни из обновленного ресторана, возможно, будет везде. И о сроках. Сейчас все силы по реконструкции направлены на противоаварийные работы. Завершить реконструкцию бывшего и будущего русского чая планируют в течение полугода. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.